В общем, с ребятами из Москвы кино снимаем. Приехал в такое местечко возле заимки моей. Предложение стать героем документального сериала поступило Павлу осенью. Говорит, не ожидал, ведь, по его мнению, есть в России и более интересные, уехавшие из города в деревню. Но мы с федералами согласимся, только наша редакция делала сюжеты о Павле не один раз с момента его отъезда из Барнаула. С 2014 года я здесь занимался, я тут пробовал птицу разводить, скотину разводить. В итоге пришел к тому, что надо брать по силам, и поэтому сейчас только травы и с пчеловодством связанные деятельности. Правда, временно Корчагин в подмастериях у пчеловода дяди Вани со своими пчелами пришлось расстаться. Недавно появилась серьезная аллергия на их укусы. Но пчеловодство не бросит, это не просто увлечение, оно помогает и себя, и приход содержать. Решил организовывать трофи-туры, трофи-экспедиции, на которых собираются ребята с разных регионов. А это еще одна страсть Корчагина. Поп на джипе. На своей Неве вместе с другими поклонниками автопутешествий ездят по заброшенным селам, по живописным местам, о которых многие раньше и не подозревали. Сожалеет, что создатели сериала не так много времени посвятили именно этому его увлечению. Ну, мы, по крайней мере, посетили интересные места, вот съездили к нашему отшельнику, к Вадиму Александровичу, тут в Тайге у нас. Вот. Ну, какую-то вот часть духовной нашей жизни сельской удалось показать. Павел рассказывает, когда почти 10 лет назад переезжал в Заринский район, в соседних деревнях священников почти не было. Теперь практически в каждой свой. Сейчас вынашивает идею сделать в Ютубе новый проект про сельских священников. Хотелось бы людям православным рассказать. Я снял про моего товарища в республике Алтай, тоже священник Павел зовут. Его народ там именно этнические алтайцы любят, уважают. И он такой прям пример крепкого семьянина и, ну, такого, наверное, русского человека-патриота. Что касается съемок сериала, то пока Павел видел только серию о себе, но и другие герои ему интересны. Сейчас просто нет времени. Лето в деревне, горячая пора. Между прочим, сам Корчагин на своем переезде из города в село ни разу не пожалел. Говорит, и сейчас не променяет спокойный деревенский уклад, чистый воздух, возможность обеспечивать себя и быть самому себе хозяином на городскую суету. Татьяна Голубева, День, Столком.